привет ребятки привет мои хорошие у нас кажись загуляла белка вторая коза то есть ее тоже надо надо вести к жениху сейчас посмотрим да белочка парня надо паренька паренечка да паренька парень очка видите хвостиком раз раз сейчас в потолкнем только сегодня заприметил вот это что белка начала гулять думаю завтра будет самое но повезем их пацану добьет детенки детенки и бетонки только начала сутки они гуляют то есть у нас время еще есть покусанный ребят у нас в доме не живет это просто маленькая фекалевая бомба тормогедец он как бы заходит и не просто одну кучу делать по всей ванной и рассказала все вариантов больше нет убирать больше убирать не буду маленькая фекалевая бомба теперь живет на улице ира и deep депортировала или как это называется теперь здесь в доме он не появляется разве что на мгновение какой то проскользнет и все так он на улице сидит она у него не развязывается он оттаивает в доме тогда его понесло арт обстрел ладно мы сейчас козу везем белка у нас тоже загуляла ну как наконец-то она уже гуляла мы и прозевали она опять загуляла как жениха не дождалась сейчас повезем и до жениха до белочка покусанного не задавила ваш бежит прискакая тихо тихо надо уже ногти подстригать как вода салат в в в в в в в Садись! 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 Посмотри на кунг-фу панда, ты ее сломаешь. Так как бляла, это зерно выбирает. Слушай, может она не к жениху хочет, Андрюша? Может она просто голодная? Нет. Ты уверен? Нет. Белочка кушает. Не закрывается. Закрылась? Да. Ты смог? Поехали быстрее. Все ребята, а то она начинает буянить. Он прям под этим сидит. Отъезжай тогда. Надо ехать. Ну залазь хотя бы в машину для начала. А где он? Его нету. Заводи, он сейчас выскочит. Он обсерится опять. Все он ушел. Ушел наш сэр Апсерум. А мы поехали. Опа. Ребят, едем мы до того же дядьки. Едем мы до того же козла. Ну как бы дорожка накатана. Не самый дешевый вариант. Не самый близкий. Но что есть. Козу надо оприходовать, чтобы уже козлятки там узики росли. Все как полагается. Чтоб процесс пошел, что ее кормить понапрасну. А как только родит, опять поплет у нас молоко, творог, сыр. Поэтому надо этот процесс как можно быстрее ускорить, не затягивать скажем так. Поэтому едем. Несмотря на расстояние, денежные инвестиции в козлах. Тяготы невзгоды. Тяготы невзгоды. Да. Мы едем. Может система не приживется. Может так. Ребят приехали, сейчас будем звать дядьку и везти козу к жениху. Жопа торчит. Жопа торчит. Хватит жрать, она зерно подгребает. Ай божечки. Вот это она стояла, чтобы зерно подгрести. Видите, чтобы она не удрала. О, хвостом мотыляет. Вижу теперь. Идет ветерина. Ага. Ну да. Сейчас. Сытый Зо вам надо, Зоя. Пограничник. Ха-ха-ха. Граница на замке. У нас такой охранник. Велка. Так вы уже поехали? Да. Ну давайте. Счастливо. Все. Пока-пока. Давай, Женя. Да. Сейчас привет нам родителям. Хорошо. Давай одеваемся. Так. Ну а что делать? Хвостом. Хе-хе-хе. Не будем, мама. Уменьши-станаты. Астей только попровожал. Уга. Давай сюда вот так, заводи. Без полокалика. Да. Хлебушка. 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 да василий тащимся как на как наш а тут всякие маленькие большие красноватый есть конца да Вот так в машине дома вели бы без полоска. Да. А капот не пробьешь рогами? Да вроде не спокойно. Там же никого, там пластмассовая полоска. Да, полочка. Нормально. Она темно ложится спокойно, когда ездят. Да, когда дорога, она хорошо. Как останавливаемся, начинаете. Они уже такие привычные. У нас они знают, что мы везем и назад потом домой. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Белочка, все, домой едем. Ты уезжать не хочешь, что ли? Да мы ее не вязали. Да, она сам так садится и все. Сейчас она немного подогнеет. Ага, все. Готово? Сейчас на руке я буду закрыть. Руки, пальцы. Ага. Все. Что-то в этот, ребят, раз, раз, сейчас, раз, раз. В этот раз у нас, не в этот раз, а эта, коза у нас как более нервная. Нюшка вообще спокойно лежала, не дергалась. А эта что-то нервничает, колбасится. Но она не сильно. Что-то мурчит. Белка. Да ничего, довезем. Главное, ребят, миссия выполнена. Также за пятихатку нам подружили в пору. Ну, вот как бы задумались завести козла. И также предоставлять услуги. Быть такими сутенерами маленькими. Не имей 100 друзей, а имей 10 коз вот так нашим козлом в месяц. По пятихатке. И прям нормально. Так что надо задуматься, если козлика родит, должна коза, хоть один-то должен быть козел, все же козочки не могут быть. Есть вариант завести сутенерскую контору козлиную. Козлиную. Чтобы самому как бы деньги не тратить вот так вот. Правда, да. Не, ну это же свой козел, его же нельзя. Нельзя, но его нельзя. Не, нам же нужен универсальный козел, если что, чтобы ко всем подходил. Евроразъем, чтобы. Типа того. Ребята, вот это, кстати, самое сложное и геморройное, когда козы начинают гулять, найти козла. То есть, в принципе, коза, это вообще настолько неприхотливо, настолько вкусно в плане молока, сыра, творога. Ну, как козла, я сказать, это обычно целая проблема. Вести, катать этих коз. Обычно найти козла, это не проблема. Ну, не такого, понятно. Рядом сидится, хотела сказать. Нет, ты что, ты у меня золото. Конечно. Ну, короче, ребята. То есть, если хотите держать коз, если есть такая идея, ну, надо искать козла, наверное, заранее прорабатывать эту... Заранее прорабатывать это, вот. Да. Потому что не будет козла, не будет молока, не будет сыра, ничего, они же... Фигня такая. Выемка. Ой, блядь, она, наверное, вывернулась, наоборот. Ну, я же тебе говорю, что она копошилась. Тихо, тихо, не выскакуй, блядь. Нам же бомбера, блядь, не царапали козу. Она трусится вся, что-то... Очкует, что ли? Закрой. Полку, или нет? Угу, забоялась. Что она там забоялась? Прямо... Ага, не пугалась, что убили. Что, шрекокот? Ань! Привезли козу, ребят, все хорошо. Случка произошла удовлетворительно, успешно. Теперь будем ждать потомства. Вот. Шрекокот! Вот и фекалильная бомба сидит, взорваться уже хочет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok